Мы поставили перед собой на этой конференции в начале восемь проблем, в которые должны были вписываться в вам общую модель решения главной проблемы, выяснения того, как традиция, традиционализм относится к эпохе постмодерна. Какова была логика наша? Первое, об этом мы говорили на протяжении этих двух дней. Первая мысль была, что существует фундаментальное изменение общества и онтологической среды, того, что Геннон называл космической средой, при переходе от эпохи модерна, в которой жили классики традиционализма к эпохе постмодерна. Это был первый тезис. И именно качественное изменение космической среды или онтологических условий мы должны бы призваны были отметить, осмыслить и описать. The main idea of our conference was to consider ontological shift and the conditions of the modern world, which was that world in which the traditionalist authors, as René Геннон, or Julius Heveler, and many others, were writing their texts. And they gave us some orientations in the critics and in the struggle against modernity and modern world. But, at the same time, we're assisting in the important shift of the ontological conditions or cosmic milieu, cosmic ambience that is very different from the ontological conditions in which conditions in which classical traditionalists wrote their texts. So, our conference were dedicated to the effort to find in which this difference consists. Which is this the nature of this shift regarding from the traditionalist point of view. That was main idea. And in this resolving this problem, we identified some approaches. The approaches, they were in a region of initially eight sections and now we have reduced two of them combining with the other six sections. They could be regarded as the aspects of main problem of defining the nature of this shift from the modern paradigm of modernity to the paradigm of postmodernity seen by traditionalists. И именно этой цели выяснению природы изменения парадигмы, модерной парадигмы постмодерна, видимых с точки зрения традиционалистской школы, традиционалистской философии, были посвящены вначале изначально восемь секций, которые потом мы свели до шести, скомбинировав те доклады, которые были присланы на все эти темы. Я могу пояснить, почему восемь превратилась в шесть. Мы планировали еще две секции, одну из них посвященную платонизму и Кабале, где должны были приметь участие наши друзья, тоже традиционалисты иудейского иудея, и отдельная секция, посвященная Юлиусу Эволе, как крупнейшей фигурой борца с современным миром, восставшего против современного мира. Но в секции Юлиуса Эволы докладов и заявок было недостаточно для того, чтобы ее организовать в отдельную секцию на фоне других, мы решили. Таким образом, те доклады, которые пришли, они были сделаны так или иначе на других секциях. А что касается Кабалы, то наши коллеги, которые профессионально занимаются эзотеризмом, кабалистическим, большой праздник в эти дни, не день рождения Ницше, они не день рождения Ницше отмечают, но во всяком случае они не смогли приехать, очень сожалею и сетуя на то, что эти праздники не совпадают с проведением нашей конференции, но уже было поздно менять, потому что мы готовили заранее. So we originally we thought about eight sections, eight panels, but by different reasons we have decided not to realize to make them eight, but only six by two reasons. First of all, we have received too little, not so much text concerning Julius Evola as the most important person and his struggle against modern world and we have incorporated the existing text in the different sections, so it was technical, only technical change, but our Jewish Kabbalistic friends with whom we are cooperating closely, they were very sorry, they liked to participate but now there is Jewish Orthodox events in Israel and so holidays, religious holidays, so they couldn't come to us but they would like also participate in this dialogue of traditionalists concerning the nature of post-modernity and I would like to say that there are many common points in our vision so there are different images of of Judaism modern Judaism in the world and I could say that there are some circles conservative traditional religious circles in Israel and Judaism that share in common our approach they also reject the post-modernity liberalism they regard actual contemporary society as something completely incompatible with the sacred Jewish tradition so we could continue to dialogue with them they are our partners in this quest for different vision of normative society so now we have only six where we have ended finished only six sections first of all tradition against modern world that continued today and all the whole the whole context of this panel we will analyze in the future you were invited to participate in that we haven't imposed any made and accomplished solutions so it's up to you to judge was it success or a failure or and we will try to choose most important seeds of reason of reason and what was being said so we needed time to revise to regard the results of this section because we treated we considered very difficult questions very difficult topics very paradoxical at times so it isn't easy to give the conclusion without analyzing deeply what was said and written now in Russian the same we в первая секция была посвящена которая длилась два дня традиции против современного мира это как раз главная была секция поэтому она самая большая и для того чтобы судить удалось нам или не удалось нащупать пути к пониманию природы того онтологического изменения о котором я только что говорил мы должны серьезно проанализировать ваши работы касающиеся именно этой темы мы должны собрать посмотреть еще раз все участники этой секции просьба прислать доклады полностью текста организатора госпожи Спиранской организатору который систематизирует это подготовит к изданию и дальше мы будем издавать безусловно все мы это издадим все доклады те которые успели сделать и не успели вы можете их расширить вы можете их дополнить вы можете включить в эти доклады те аспекты которые вы услышали здесь то есть это живой вопрос мы создаем мы занимаемся созданием этой модели реальных рецептов относительно того как традиционализм относится к постмодерну нет мы должны были призваны выковать и вот эта модель главную секцию собственно говоря вокруг нее будет строиться наш выпуск одного или может быть даже двух сборников журнала традиция который издает центр традиции организатор данной конференции центр консервативных исследований и вот один или два номера посмотрим по объему мы посвятим как раз традиции против современного мира материалам этой конференции вы можете даже пожалуйста присылайте законченные отредактированные доклады тексты есть ли ваши коллеги интересные молодые или просто традиционалисты имеют что-то еще дополнительное они смогли приехать или просто вы знаете что это какие-то толковые интересные вещи тоже пожалуйста присылайте становитесь соучастником нашей постоянно действующей группы которая пока не издаст эти один или два сборника мы не остановимся дальше сделаем передыш и будем продолжать заново в этом же ключе была проведена секция язык и традиция проблемы лингвистическая Владимир Игоревич Карпец этой секции руководил здесь она теснейшим образом связана с тем о чем только что мы говорили поскольку для того чтобы описывать важнейшие парадигмальные изменения необходимо обратиться к структуре языка то есть сам язык на котором мы описываем нечто оказывается влияет на то что мы описываем то есть на самом деле структурная лингвистика показывает что в огромной степени то о чем идет речь или описание мира конституируется в процессе рассказа об этом мире То есть не всё равно, на каком языке описывать нам мир. Вот на каком языке мы описываем мир, такой мир мы, по сути дела, и конституируем. Соответственно, именно этому инсайту, глубинному инсайту в проблемы традиционализма и структурной лингвистики была посвящена секции, которую руководил Владимир Игоревич Карпец. Соответственно, мы соединим эту модель, эти разработки, эти тексты с первой секцией. Одно, по нашей задумке, должно помочь точно сформулировать некие окончательные выводы. То есть, описывая такую вещь как парадигму, мы на самом деле должны менять язык. Как сказал Малярме, Стефан Малярме, «эльфошанжеля лянга». Надо менять язык. Вот «эльфошанжеля лянг» традиционализму нужно менять язык. И при смене парадигмы всё меняется, и традиционализм меняется. Поэтому это вторая важнейшая методологическая секция, которая была проведена, и она примыкает к первой. So, the second important panel was dedicated to the relations between the shift of paradigms between modernity and post-modernity, and the language. Vladimir Karpets, very famous Russian writer, traditionalist, translators of most important books of classical traditionalist authors, as, for example, Julius Evola, Fulcanelli, and the other authors. Vladimir Karpets, Vladimir Karpets, was the chief of the panel dedicated to the problem of relations between the language and traditionalism. So, in shifting paradigms from modernity to the post-modernity, there is important shift of methods and the forms of expression and of description of this process. So, it is necessary methodological path to correctly bring the vision, the whole vision, the whole image of what is going on. So, it was the second important section linked for the first one. The third section, which we conducted, which I wrote, was dedicated to the platonism, the platonist's topic and the Christian tradition. The main idea was, I believe, the most important result for me, at the same time, was the idea, которая, в принципе, со всеми участниками была с разных сторон подтверждена и профессором Мутти, крупнейшим традиционалистом и крупнейшим современным знатоком греко-латинской античности. Господин Мутти преподает греческий язык, латынь, латинскую культуру, греческую культуру, владеет этими древними языками наряду с множествами современных языков. И вот его доклад был как раз посвящен проблематике такого монотеизма до монотеизма, монотеистической природе греческого политеизма, можно так сказать. Такой парадоксальный доклад, который вполне вписывался в неоплатоническую топику и основывался на некоторых неоплатонических авторах. Чудесно подходил доклад, и очень хороший доклад был о сирийском исихазме Алексея Владимировича Муравьева, крупнейшего нашего специалиста, о проблеме святоотеческой традиции. И самое интересное, остальные были очень интересные доклады. В результате, что можно сказать, что практически все выступающие, за небольшим исключением, которые сделали просто интересный доклад, может, не совсем строго по теме, все согласились с тем, что широко понятый платонизм, именно не платоны тексты и не конкретные тексты даже неоплатоников и комментаторов, а именно система платонического денотации, то, что Платон описывает, тот мир, который он описывает или конституирует, в своем описании это совершенно неважно, вот это является неким общим фреймом, общим полем, накладывая на который различные формы, мы можем получить почти полностью теологические конструкты, как православные догматики, так в значительной степени исламского эзотеризма, как минимум, и эзотемистики иудейской, так и многие другие формы, вплоть до современной научной топики. Иными словами, мы подтвердили слова Уайтхеда о том, что вся философия есть заметки на полях Платона и показали, как эти поля и эти заметки делаются. Вот это было немножко таким особым элементом. И в общем, тезис, озвученный в самом начале, о том, что неоплатоническая топика и топика традиционализма, это по сути, если понимать и то, и другое широко, это одно и то же, вот эта идентичность и интегральность этих топик, их, по крайней мере, гомология, скажем так, мягко, было доказано на примере влияния неоплатонизма на всю структуру христианской традиции. Все, там была такая фраза, которая, мне кажется, можно ее вынести даже в отдельный момент, что все интеллигибельное в христианстве является платоническим. Не все в христианстве является интеллигибельным, но все интеллигибельное, включая богословие, включая то, что считается, кстати, сверхразумным, оно-то является интеллигибельным. Вот когда говорят, ну, мы не будем рассуждать о Святой Троице, но это наиболее интеллигибельная часть христианства, вполне интеллигибельная, прекрасно вложащаяся в структуру неоплатонического аппарата. И в этом отношении вот этот тезис был, мне представляется, достаточно изложен подробно. И это третья секция. So, in the third section, third section, third panel, was dedicated to Neoplatonism and Christianity. And the main idea, exposed and explained from different points of view, was, this idea was developed as Platonism, as something similar to the traditionalism. So, two geometries of Platonic thought and traditional thought were regarded as very similar. So, there was stress, there was stress, not only the influence, global influence of Platonic thought on the Christianity and Christian dogmas teaching, but also there was a very important, very deep text of Professor Mutti concerning the monotheism before the monotheism. So, the monotheistic aspects of Greek ancient polytheism. Very important because it is paradoxical and provocative at first glance, but thanks to the platonic doctrine, we could explain one by the other. So, we could find the unity and transcendence and the polytheistic attitude of ancient Greek. Very important, very important, very important text from the representative of very monotheistic faith. In the case of Mr. Mutti, this is a kind of a kind of a kind of a loge, a loge, a loge to the polytheistic Greek Neoplatonic thought. So, we could, we have arrived at the conclusion that all what is intelligible in the Christianity is platonic. Not all in the Christianity is intelligible, but all that is, is at the same time platonic and could be explained by the platonism. But not platonism could be explained by Christianity because there are beyond the borders of Christianity and Christian dogmatism many other platonic subjects and topics. So, we could say that platonism is larger than Christianity and it's an intellectual map that it presents. To the宮 and Christian dogmatism, we can Restaurantaum the с совершенно таким радикально авангардным дискурсом Гедарда Чахидовича Джамаля. И этот дискурс, который не вписывается, на мой взгляд, ни во что, и тем он интересен, прекрасен, удивителен, он нас вдохновляет, он, в общем, вдохновляет мусульман, немусульман и другие основные доклады. Вот что было интересно, что для самих мусульман это было во многом значительной степени, здесь были представители исламской общественности, интеллектуальных исламских кругов. Конечно, встреча с Джамалем – это всегда праздник, потому что они чувствуют, что что-то похоже и что-то совсем не похоже, и то ли они чего-то не понимают, но, глядя на Гедара Джахидовича, невозможно представить, что он чего-то не понимает. Соответственно, это, в общем, складывается очень всегда насыщенная атмосфера такого праздника, который несет в себе Гедар Джахидович Джамаль. И обмен мнениями с нашими российскими мусульманами, с мусульманами из других стран, которые почтили своим присутствием нашу конференцию, это, конечно, имело очень большое значение. So, in the fourth section, we'll discuss the problems of Islam. The chief of this panel was Valeriy Karovin, and the most important and brilliant exposition of his paradoxical vision were given by Гедар Джамаль. Гедар Джамаль, это очень важный. And I think I consider him one of the best thinkers of modern and contemporary world, Эйдар Джамаль, and he could shock not only non-Muslim, but Muslims also are sometimes very shocked by what he says, because he says very, very unusual things. And I think that it is always a real holiday to, a real marvel to be in the presence of such a person that is completely, that could not be, that doesn't fit in any classifications of Islam or not Islam. So, it was symbolic event, this kind of discussion with Джамаль and Islamic intellectuals. section about Islam, we already talked about it. Now, there are two sections, which are already on all the grans. And so, we already tried to put a little bit more on the problem. And two sections, they actually already where they were not placed. This, as I said, it was still more or less in the rame. And two sections we carried out for the rame. In fact, if we were talking about the platonism, and the logos, and the traditionalism, and the criticism of the logos and traditionalism of modernity, and the postmodernism of modernity in these first four sections, we wanted to make sure that we could have an ideal normative model of tradition, which is the status quo of modernity in these four sections. This was the main task. So, we allowed to make sure that we could have two other sections to go different ways and talk about very dangerous and risky aspects of the metaphysics, which even traditionalists, at least, traditionalists of the right hand, or traditionalists of the right hand, or traditionalists of the right hand, they tried to take these themes to take their attention to their attention. But, in fact, there is nothing to do, it's worse. It's just that something can happen. And, in fact, the problem of risk in the end, which, in general, should not be able to take them, it's the same thing, that the value of the person who is risked, will be more and more than it. In the end, when it comes to something solid, you really think about it, whether it is risked or not risked. And when it comes to people of postmodernists, it's even if it is risked or not risked, it's, in general, all right. And we decided to make these two Два круглых стола, посвященных две секции, посвященных проблемам, скажем, левой метафизики, метафизики, лежащей за пределом конвенциональной метафизики. Понятно, что для нашего общества любая метафизика – это уже что-то не очень привлекательное или понятное. И если мы еще заходим в какие-то такие гидрадоксальные, парадоксальные аспекты этой метафизики, то мы просто теряем шанс быть понятыми. И тем не менее, в среде российского традиционализма есть люди, которые этим интересуются, их, конечно, немного, но на самом деле тогда вот это уже действительно ценно становится. Кстати, тот факт, что здесь происходило что-то необычное, было отмечено нашими коллегами, традиционалистами, представителями традиционализма, в основном правой руки, классического традиционализма, которые, вот, по ловичине уезжая, сказали, что школа традиционалистская русская, с которой мы познакомились, отличается по нескольким параметрам от того, что мы имеем на Западе. И первое, она очень необычная и оригинальная, во-вторых, она очень живая и молодежная, и, в-третьих, она вдохновляет. Мы, говорят, долгое время уже просто заснули на своем Западе, все одно и то же, геном и волы, уже слышать это невозможно больше. А здесь как будто все в первый раз, все свежее, все прекрасное, и люди прекрасные, лица прекрасные, доклады совершенно умоповорачительные. Поэтому, в общем, многие были в шоке от русского традиционализма. И это, конечно, на самом деле, я думаю, надо посмотреть как позитивный шок. Уже Two Sections, Two Last Sections, were dedicated to the non-conformist metaphysics, and to the realm that could be called left-hand metaphysics. Not the metaphysics of the path of left hand, but the metaphysics, non-conventional metaphysics linked with some dangerous aspects of the construction of the intellectual worlds. So it could be called rather a critic of Logos. The metaphysics based not on the critics of logic, but the critics of Logos. And that were in two parallel sections, were trying to find the path, how could we think otherwise, think otherwise than we thought before. So we tried to define the possibility to regard the classical intellectual tradition from Presocratics to Postmodernists. And including theology, including religious thought of monotheistic tradition, were trying to find the way how to revise it, how to construct the completely new kind of philosophy, new kind of metaphysics. And we call it new metaphysics. New metaphysics not in the sense of modernity, of something new in the sense that was not known before. But there is something that was put aside when the Logos came into existence. That was chaos. That was something that wasn't used in the process of intellectual creation of global logic or world of Logos. The chaos was put aside. And we were concentrated on the problem of chaos in these two panels. And the panel that was dedicated to the metaphysics of chaos and the other one that was dedicated to the new metaphysics and the problem of radical subject. Or maybe it's better to call it radical self. And what did we do on these two sections? What did we do on these two sections? This is the left, 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 the right, the right, the left, the left, the right, the right. На самом деле, полностью суммировать результаты пока трудно, поскольку не все доклады еще осмыслены, проанализированы. Но наиболее важная часть, пожалуй, заключается в том, мне было, честно говоря, очень интересно на этих двух секциях реакция традиционных наших коллег, традиционалистов из Европы, как они вообще отнесутся. Потому что новое для традиционализма – это вещь очень нехорошая. Когда кто-то говорит о новой метафизике, все говорят, ну да, это что-то такое подделка, это что-то, что связано с модерном, что-то связано с постмодерном, связано со стремлением к новизне именно такого контемпорального мира. Но, к моему удивлению, обе темы – и метафизики хаоса, и проблема радикального субъекта, который возникает тогда, когда возникнуть не может, или проблематики нитшанской, что день рождения вчера мы отмечали, кто-то, наверное, слишком. Проблема победителя «бога и ничто», как называет сверхчеловека Ницше. Вот эта проблематика радикального субъекта, возникающего или не возникающего, в процессе полной диссолюции и спасающего сам себя в момент, когда ворота спасения напротив плотно закрыты, вот эта тематика и тематика мышления хаоса, она, как ни странно, нашла, на мой взгляд, очень слишком быстро, может быть, понимание, и вызвала интерес у наших коллег, которые представляют традиционный, традиционализм, европейский, классический традиционализм. Абсолютно конформный по отношению к современному миру, но конформный по отношению к своим классическим версиям. То есть вот эти нащупывания новой метафизики и разработка проблематики магии хаоса, не магии хаоса, хаоса как такового, метафизики хаоса, но мы включали другие сюжеты в эту тему, и радикального субъекта, это на самом деле оказалось, в общем, вполне, во-первых, интеллигибельно, то есть об этом можно говорить на определенном языке, конечно, это вызывает непонимание о определенной части людей, но кто-то может, кто не понимает, пройти мимо, кто-то может постараться понять, кто-то может постараться высказать свою альтернативную точку зрения, хотя надо вначале подумать, потому что альтернативную чему, вот это всегда очень важный вопрос. Если мы начинаем спорить с тем, что мы не понимаем, или отрицать то, что мы не понимаем и не понимаем хорошо, то мы, как бы сказать, теряем вес не только в глазах окружающих, но и в своих собственных, потому что человек все равно понимает, когда он сам подает себе отчет, когда он говорит по делу, и когда он просто это троллинг такой, форма троллинга, разговор. Поэтому на самом деле я очень хорошо отношусь к критике, когда тот, кто критикует, понимает, что он делает. Но есть вещи, которые для того, чтобы их понять, надо как-то к ним приблизиться на опасную дистанцию. Соответственно, человек, выходя из этой рискованной зоны, он на самом деле все равно будет другим. И это, конечно, делает его очень интересным. Что бы он ни говорил, а потом и критиковать не захочется. Просто нет, не то, что он не совсем будет согласен, просто если приблизиться на определенную дистанцию, там, где эти вещи станут понятными, вот это уже все. То, считай, когооток увез, все птички пропасть. So, in the two sections dedicated to the new metaphysics, to the metaphysics of chaos and the radical self, we have tried to explore the realms of the metaphysical approach based on non-conventional attitude to the logos. That was the kind of invitation to develop or to expose the metaphysics, the critics of logos and construct a kind of new version of traditionalism basing on completely different principle. There are two, four main points of this possible and eventual new metaphysics. First of all, the great Russian writer Yuri Mamleev. And the speech of Sergei Zhigalkin was dedicated to his ideas. He was one of the source, maybe first source of new metaphysics. The second source was Eugene Golovine, Evgeny Golovine, that was also invoked by, not directly, because the concert of songs yesterday were made by the songs of Golovine, performed by his close friends, Alexander Sklar, a famous Russian rock singer. So, the presence of Golovine was assured. The third source of this new metaphysics is Eidar Jemal, who was personally present yesterday and participated in our conference. And fourth source is my humble person. So, we were assembled in one way together to make a first approach to new metaphysics. And we were also gathered together in the text of Mademoiselle Speranskaya, who put all this idea in a kind of the system. I consider her speech as a first, historically first, a fourth of systematic approach to a new metaphysics, very important and very symbolic. I forget. Я уже теперь по-русски, последние моменты, четыре можно выделить, четыре источника новой метафизики, связанные с нашим российским, русским, российским, трудно назвать даже каким, точно, традиционализмом. И в этом отношении четыре базовых источника, которые были объединены в докладе госпожи Спиранской, это Юрий Тальевич Мамлеев, Евгений Всеволодович Головин, который Мамлеев присутствовал и в тексте, в котором мы раздавали последние доктрины, в замечательном докладе Сергея Жигалкина. Он должен был быть на нашей конференции, у него проблемы со здоровьем, он был вынужден со супругой. Он пожилой человек, в этом году, кстати, исполняется 80 лет в декабре, мы должны как-то это все отметить. Это величайший писатель, величайший философ. Во всяком случае, он просто по физическому состоянию не смог приехать. Евгений Всеволодович, покойный наш друг, второй источник, Евгений Всеволодович Головин, он присутствовал в своих песнях, которые Александр Скляр вчера исполнял. Третий источник присутствовал лично, это был Гидар Джамаль, и четвертый источник в развертывании этой метафизики, новой метафизики, которой так или иначе было посвящено две секции того, что можно назвать традиционализм левой руки, секции, посвященной метафизике хаоса и радикальному субъекту. Соответственно, последним элементом было выступление традиционалистской, тоже неотрадиционалистской, квазитибетской группы Пурба. Соответственно, тоже диалог постмодерна и архаики, и инициатической традиции был в лице замечательного Славы Пономарёва представлен. Таким образом, мы свою программу концептуально-интеллектуально-репрезентативную выполнили. Материалы будем изучать, это еще работа очень серьезная. Подготовительная работа была взята на себя принципиально Нателлой Спиранской, то есть это, конечно, колоссальный труд, что все так удалось, и хрупкая девушка на себе вытащила столько и концептуальных, и психологических, и организационных вопросов. Это удивляет и восхищает. И, соответственно, очень важным для нас было присутствие всех вас, в первую очередь, людей, которые приехали к нам издалека, и совсем издалека. Смотрите, пожилой шейх Половичини, человек, которому трудно двигаться, и тем не менее он приехал в нашу страну, доехал до нашего пансионата, и с огромным, как он говорит, если ему верить, удовольствием провел эти дни, почерпнул для себя, казалось бы, что уже человеку, посвященному Эволой и Буркартом лично, в традиционализм, одного из толпов нашего традиционализма, что еще он не слышал. В принципе, наверное, слышал все. Оказывается, не все еще. Русских он не видел. И с большим интересом, и с большим воодушевлением, и энтузиазмом отнесся к нашей конференции, что очень важно. Я также хотел поблагодарить наших гостей из разных стран, представителей издательства Arctos, прекрасного традиционалистского издательства Arctos из Англии, которые здесь были, глава издательства Джон Морган, и, соответственно, всех наших гостей, которые приехали из Италии, Франции. И очень символично и очень меня тронуло это присутствие наших дорогих друзей из Белоруссии и Украины, которые на самом деле бьются за украинский и белорусский традиционализм. Это очень хорошо, новое поколение, очень легко в наше время впасть в такой этно-ресантиман, что свойственно и русским традиционалистам в огромной мере. И вот видя людей без ресантимана, открытых, живых и очень содержательных, это, конечно, всегда приятно. Я думаю, что на самом деле надо, конечно, единое интеллектуальное пространство нашей новой философии развивать совместно. У нас были представители разных этносов, разных групп, разных городов, очень многие приехали из разных городов. И, конечно, вот этот подход, интегральный, объединяющий холический подход, он чрезвычайно важен. So, for the conclusion, I would like to thank all people who came to our conference from abroad, representatives of Arthos Publishing House from England, and all foreigners and important persons from Italy and from French who participated in this conference, because they represented very important and very deep currents in the contemporary traditionalist thought. So I am very grateful for all of them. And I would like to thank also our friends from Belarus and Ukraine who were presented, who participated actively in our conference, and that is the sign of new kind, of new kind and new wave of dialogue between different parts of our Slavic world and the efforts to restore and to find our common spiritual tradition or maybe create new one because tradition, as Alain de Benoist says, is something that is living as the tree, living tree, grows not only in an aspect of branches, but the living tree also is growing as the roots. The roots are growing it also. Roots, we consider tradition as the symbol of roots. So sometimes we should create something. We should help the roots to grow deeper, to grow deeper. So in this aspect, I suggest to our traditionalist friends from all of the world, not only repeat what was before, but help to deepen the roots. And this growth of the roots is also maybe creations of some, creation of some aspects, some elements, some fragments, or of what was not before, did, was, was that, what that didn't exist before. It is also can be traditionalist attitude and Marx LeBoda also proposed his vision of this kind, how we could find new approaches and completely unexplored path, for example, in a realm of ecology, to enrich, in order to enrich the traditionalism. So it's very important, important orientation. In the first place, I would like to thank you for the honor that has been made of being invited here. I would like to thank you for the praise and merit that has been made by my friend Alexander Galevich Dugin. I would like to thank you for the invitation and for the good words that I said in the presentation of Professor Moutier. But I have to say also that I have remained deeply impressed for the reality that I have discovered here, 20 years after I came to Moscow for the first time. I was saying to Rome, perhaps, that was for the third time. I was surprised by what I saw here. I came to Moscow after 20 years after my first visit, and Mr. Professor Moutier said in the place of Moscow, saying that I came to Rima. I came to Rima after 20 years and I moved to the third Rima. It was 20 years ago. The situation was very different. It was a situation of segregation. And no one could imagine, I could imagine, that 20 years after I had found a situation that had changed. I found myself in a place in which we did a lot better, I can say, than in Europe occidentale in which we are concerned about the traditionalism. Я абсолютно поражен, поскольку когда 20 лет я здесь был, и страна во всех смыслах, 20 лет назад здесь был, страна во всех смыслах распадалась, ходили такие отдельные фрики по улицам. И представить себе, что через 20 лет я приеду в страну, где вопросы традиционализма трактуются на таком уровне, с таким энтузиазмом и с таким стилем, я себе просто представить себе не мог. И я хочу сказать, что это существенно выигрывает у тех традиционалистских мероприятий, на которых мне приходится постоянно присутствовать в Западной Европе. Я могу доказать на снижение, что, и мои друзья, которые мне подтверждают, но в Европе, в Европе, в Европе, в Европе, как вы хотите, Но в таких случаях, когда мы говорим о том, о том, о том, о том, о традиционализме, ситуация очень разная. Не только для того, что здесь есть очень важная, чем в городе, где мы провели конгресс в Европе. Во-первых, аудитория, собирающаяся в Европе, даже в крупных городах и столицах европейских, практически не имеют шансов собрать такого количества людей, интересованных проблематикой традиционализма. Но для других причин тоже. Во-первых, для глубины и подготовки с которыми авторами различных отношений относятся к их аргументам. Но я больше, чем это впечатлен, той степенью проработности глубины с которой выступавшие участники излагали свои аргументы, свои доклады. И еще одна вещь. Тем временем, очень часто, в Европе, традиционализма была в том, чтобы стать идеологией для сохранения. Или для того, чтобы стать идеологией для сохранения. Или для того, чтобы стать идеологией стерили. И в то время самое главное, что если в Западной Европе в основном традиционализм представляет собой консервативное направление, которое настаивает либо на сохранении того, что есть, либо воспроизводство того, что есть, и является, в общем, для многих алиби для того, чтобы вообще ничего не делать, то здесь я увидел, что традиционализм пронизан творческим, новаторским духом. Даже сам факт, что этот конгресс посвящен постмодерну, это знак креативности и оригинальности подхода. Но не только, но и все еще. Здесь мы пытаемся сделать синтез между традиционализм и радикализм. Я воспринимаю некоторые инициативы, которые были здесь озвучены, как попытку осуществить синтез между традиционализмом и радикальной критикой. Ни на одном традиционалистском конгрессе никому в голову не придет посвятить секцию метафизики хаоса специальную, или о метафизике языка. Это интересно. И в этом отношении, вот за эту смелость в постановке проблем, я хотел бы поблагодарить организаторов. Спасибо. В несколько словах, я попытаюсь описать мою удовлетворение участием в этой конференции. Сатисфакция для многих причин. Я хотел бы поблагодарить вам очень значительным количеством участников, что меня очень порадовало, а также в том, что они представляют очень различные среды и очень различные типы. Я также рада качеству докладов, которые, к сожалению, моего языка не позволило оценить всю глубину и богатство этих докладов. Л'унито, в конце концов, что мы смотрим вверху, что наша акция должна быть вертикальна, и что, так, все, горизонтали между народами и традиционными народами не произведутся. Очень важно, что когда мы смотрим на верх, когда мы смотрим вверх, там, где находится единство, это и позволяет нам находить общий язык на горизонтальном уровне, где существуют различия и качественные отличия друг от друга. Я хотел бы сказать, что для меня чрезвычайно важно, чтобы традиционализм как теория сопровождался традиционализмом как практикой, а традиционно я понимаю как верность своим отцам и своей земле. На Западе, за редким исключением, такие как такой человек как Рене Генон, большинство людей, которые апеллируют традиционализму, в основном занимаются так называемым спиритуальным туризмом или пустыми реконструкциями экстравагантного толка. В таком году, когда мы смотрим на верхнем ряду, по нижней мере, на то, что мы не знаем, что мы говорить не в60-мах. Продолжение следует... Что касается представителей левой руки, если представители правой руки это в основном такие ботаники, спиритуальные туристы, то представители левой руки, которые связаны с телемизмом или с традицией Марии Нагловской, занимаются таким как бы хардкор-оккультизмом, в основном представляют собой фриков, эксгибиционистов и молодежных придурков. Интересующихся всякой чушью, не заслуживающей никакого внимания, вместо того, чтобы заниматься вещами духовными и по-настоящему эзотерическими. Я не рекомендую их практиковать, но я рекомендую их практиковать в большей дискресии, в практике что наши мусульмане называют латакья. Если я не советую, впрочем, это не значит, что я не советую никому не заниматься определенными практиками, единственное, что им надо заниматься достаточно осторожно и аккуратно, практикуя то, что наши исламские друзья называют практикой такья. В конце концов, Александр, учитывая идея о традиции Алан-Беноиде, я предлагаю вам, чтобы конкурировать одну, которую я учусь, когда я участвовал в французском французском французском. «Традиция – это статуя, которая работает». «Традиция, с которой я познакомился в эпоху моей юности, когда я был убежденным сторонником монархизма французского, консервативного. Традиция – это марширующая статуя, ожившая статуя». Благодарю вас. Я хотел бы, вслед за моими коллегами, передать огромную благодарность организаторам и всех тех, кто здесь находится в зале. Я, с огромным облегчением, обнаружил, может, впервые для себя место, где можно говорить спокойно среди своих о таких вещах как традиции. Если вы знаете, мои дорогие русские друзья, то ничтожество и убого современной жизни интеллектуальной жизни в Франции, вы меня поймете. А вот, несколько месяцев назад, я во Франции, в одном из французских городов, устраивал конференцию посвященную эзотеризму. На нас напали 40 каких-то болванов и все кончилось дракой вместо конференции о традиционализме. Я думаю, что существует две школы традиции. Мухи, он первый к Школа в традиционализме, о которой говорил господин Мути, и которая состоит в статическом отношении, в котором застывает человек в ожидании того, что традиция сама к нему придет. Есть вторая школа, которая эволюционистская школа, которая считает, что в эволюции меняется человеческая природа. Я предполагаю, что надо предложить другой метод, динамический метод, который позволит интегрировать динамические процессы в контексте традиционализма, традиции. Это то, что вы называете новую метафизику, и о том, что вы говорили, между прочим, сегодня, с метафизикой као. И примером такого динамизма внутри традиции, я вижу тематику метафизики хаоса и новые метафизики, которые вы развиваете. Сегодня, мне кажется, что, против того, что часто в мире не говорится, мы не в борьбе для всех, но в заглублении всех с всех. Сегодня, вопреки тому, что часто говорят радикальные критики современной цивилизации, мы не находимся в состоянии войны всех против всех, а мы находимся в состоянии склеивания всех со всеми. Это мы видим в картине Ада Роджера Ван Дервейдена. Мы должны найти новую форму одиночества, противоположную одиночеству телесного человека, смешанного столпой. Надо быть без себя самого, вместе с Богом, вместо того, чтобы быть с другими без Бога. Если люди есть в зале, которые знают Леон и Блоуа, они меня поймут, и я хотел бы закончить цитаты. Революционная необходимость для меня сегодня, это найти смысл, мобилизационного отчаяния. Благодарю.